Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попробовали стадион Самара-Арена. Стройка в разгаре, но играть уже можно. Правда, соревновались не на газоне, а на бетонных плитах. Соперником стала сборная строителей арены, которая открыла счет, забив гол в ворота крыльев. Но в итоге самарские спортсмены все же отстояли звания будущих хозяев стадиона. Итог 6-3 в пользу крыльев советов. После игр чемпионата мира по футболу в 2018 Самара-Арена станет домашней площадкой команды. Игроки посмотрели, как идет возведение спортобъекта. Уже завершен монтаж третьей консоли купола. Задача до конца года смонтировать еще 13 консолей. Залито почти 190 тысяч тонн бетона. Строители наращивают темпы, чтобы вернуться в график после небольшого отставания. Уже есть и места для болельщиков. На одном секторе виден верхний контур трибун. Виден контур окончательной гребенки, где будет последний трибун. В октябре на этом секторе практически подойдет к концу завершения объекта трибун. И через месяц-полтора будут залиты трибуны, примерно верхняя часть, примерно на двух секторах. Все с огромным интересом приехали сюда, наблюдают за стройкой. И, конечно же, все с нетерпением ждем, когда уже арена будет готова и когда на ней можно будет сыграть какие-то первые матчи. Подробный репортаж о строительстве стадиона и впечатлениях футболистов смотрите в наших следующих выпусках. Пенсионерам Самарской области увеличат прожиточный минимум. Соответствующий закон и проект сегодня одобрили члены регионального кабинета министров. Теперь его должны утвердить в Губернской думе. Проект определяет размер социальной доплаты неработающим пенсионерам к их пособию, если оно даже с учетом всех денежных выплат меньше прожиточного минимума в Самарской области. Перерасчет необходим из-за введения в начале 2016 года новой потребительской корзины, которая существенно влияет на величину прожиточного минимума. Таким образом, величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год составит 8173 рубля и по сравнению с величиной прожиточного минимума пенсионера в Самарской области установлено на 2016 год. В соответствии с законом Самарской области от 5 ноября 2015 года увеличивается на 619 рублей. Долгая дорога к освящению храма. Церковь Серафима Саровского, построенная еще в 2008 году, теперь может вести полноценную службу. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий сегодня осветил храм. Его главные прихожане – дети, которые находятся на лечении. В новый православный уголок Самары заглянула Марианна Мирная. Маленький, но очень уютный храм для детей освящает сегодня владыка Самарский и Сызранский Сергий. Он назван в честь последнего, святого Серафима Саровского, который каждого приходящего к нему встречал фразой «Радость моя! Христос воскрес!». Это единственный в России храм для детей, расположенный на территории лечебного учреждения. Вера, говорят доктора, помогает поправлять не только физическое, но и душевное здоровье подрастающего поколения. Сегодня особое внимание детям, их здоровью. Это будущее. Сегодня дети, завтра народ. Вот, как говорит народная мудрость. И поэтому, слава Богу, что сегодня и руководители всех уровней повернулись к детям и уделяют особое внимание. Здесь, на девятой просеке, когда-то стоял храм Казанской Божьей Матери, но был разрушен. Территория была расчищена под дачи. В 2008 году митрополит одобрил идею воссоздания храма и сказал, что ангелы будут всегда летать над этим местом, потому что оно святое. Но только сегодня владыка провел обряд полного освящения, и теперь в храме могут проходить молебны, литургии и причастия. Мариана Мирная, Григорий Пешаков. События. Все дороги ведут в Самару. В городе продолжается цикл лекций, посвященный его истории. Просветительские встречи с краеведами проходят в пресс-центре Самарской газеты. На этот раз горожанам рассказали о водном, наземном и подземном транспорте Самары. Много нового о родном городе узнала и Лариса Шалафаст. Первый вокзал в Самаре построили в конце 19 века. Он эксплуатировался 120 лет. Интересные факты об истории городского транспорта самарцам рассказывает историк Александр Житков. Среди них и как выглядел первый трамвай, какие пароходы ходили по Волге и как сплавляли по реке гигантские плоты. Пятиэтажный груз – это беляны, это большие суда, больше похожие на кучу плотов, поставленные один на другой. Вот, собственно, они, наверное, могли быть размером с пятиэтажный дом, на них стояли для перевозчиков дома. Но, по сути, это плот, который сплавлялся по реке своим ходом. Многие слушатели на лекции в Самарскую газету приходят регулярно. Это уже восьмая встреча. Ранее горожанам рассказали о мистических зданиях, о самарских писателях и уникальной архитектуре города. Во-первых, что люди говорят, когда ходят на экскурсии? «Ах, я ходил около этого дома, я этого не видел! А действительно, боже мой, как здорово, как интересно!» Людям это надо. Людей очень заинтересовала эта тема. У нас абсолютно разный возрастной состав. Школьники, студенты, учителя приходят. Приходят люди старшего поколения, задают вопросы активно. На сегодняшний день можно говорить, что проект очень успешен, очень востребован. Лекции по истории города проходят в пресс-центре Самарской газеты каждый вторник. Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других темах дня. ГИБДД объявила виновника крупной аварии на Новосадовой, случившейся накануне. Вопреки общественному мнению о том, что ДТП с участием 12 машин устроил водитель ленд-ровера, именно его запечатлел видеорегистратор. Полицейские считают, что спровоцировал столкновение шофер Ауди. Пятидесятилетний мужчина, ехавший от постникова оврага к загородному парку, при перестроении допустил столкновение с ленд-ровером, после чего и сработал эффект домино. Виновнику ДТП грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет. Областной суд отклонил апелляцию самарчанки, получившей отказ в назначении на должность капитана. Дело длится уже четыре года. Светлана Медведева мечтает стать капитаном судна и мотористом, но получила отказ от работодателя, который в свою очередь сослался на постановление правительства России, где эта должность входит в список запрещенных для женщин, так как может нанести вред здоровью. Светлана Медведева обратилась за поддержкой в Комитет по ликвидации дискриминации женщин при Организации Объединенных Наций, а теперь намерена дойти до Конституционного суда. Житель Самары, организовавший убийство отца из-за наследства, осужден. Евгений Кондратьев испугался, что отец может продать свою квартиру и таким образом лишит его возможности претендовать на жилье. Мужчина подыскал исполнителя убийства за вознаграждение, пообещав заплатить 100 тысяч рублей. Кондратьев приговорен к шести годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В субботу 15 октября пройдет фестиваль «Ожившие страницы истории», посвященный 98-й годовщине Комуча. Военно-исторические клубы Самары, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Ярославля, Москвы, Екатеринбурга и Димитровграда проследуют через площадь Чапаевой, соберутся у главного здания музея имени Алабина. Здесь в час дня зритель перенесется в Самару 1918 года. Станет свидетелем митинга протеста против мобилизации в армию, получит возможность заработать настоящие Комучевские рубли, приобрести на них сувениры у Коробейницы. А также увидит реконструкцию одного из сражений гражданской войны, ставшего переломным моментом в истории России. В сражении примут участие более 70 человек – профессиональных реконструкторов. Горожане заметили первый снег, как и предупреждали синоптики. На Самару надвигается антициклон из Скандинавии, который принесет почти зимнюю погоду. Пока в городе около 2 градусов ночью и до 7 днем. Ожидается, что дождь с мокрым снегом пойдет в Самаре еще и 14 октября. Тогда столбик термометра в ночные и утренние часы опустится ниже нуля. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к эфиру. Деньги любят счеты. Особенно казенные прокуратура проверят, как две частные школы тратили государственные субсидии. Чем дальше в лес, тем больше вариантов, как не заблудиться в погоне за грибами. Советы опытного спасателя. Больше зелени. В сквер самарских космонавтов есть в городе и такой. Пришли люди с лопатами. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok